Аркадий Аверченко. Французская борьба. Читает Геннадий Постригайло. Французская борьба, как и всякий одрехлевший, обветшавший организм, скончалась неожиданно и по самой пустяковой, незаметной для здорового организма причине. В один из обычных борьбовых дней, когда знаменитый дядя Ваня под звуки марша вывел свою разношерстную команду на цирковую арену и, построив всех чемпионов полукругом, заревел своим зычным голосом. — В настоящем международном чемпион... — Неправда! — крикнул чей-то звучный голос с третьего ряда. Дядя Ваня споткнулся и недоумевающе взглянул на перебившего. — То есть, что неправда? — Да вот вы и сказали, в настоящем международном. Это неправда. — Что именно? — обиделся дядя Ваня. — Неправда, что он настоящий или что он международный? — И ненастоящий он, и не международный. — А какой же он? — Вам лучше знать. Только он ненастоящий. Дядя Ваня пожал плечами и пошел дальше. — Чемпионате, организованном в интересах спорта для борьбы за первенство мира. — И это неправда, — твердо сказал голос уже из первого ряда. — Что неправда? — Что вы говорите в интересах спорта? Ну, при чем тут интересы спорта? — Как это так, при чем? Спорт же вы сами знаете. — Знаю, знаю, — засмеялся зритель. — Поэтому и говорю, не верю. Дядя Ваня скрыл смущение и гаркнул дальнейшее. — Для борьбы за первенство мира! — Неправда! — крикнул кто-то из второго ряда. — И в Одессе, и в Харькове, и в Ахтырке, и в Виннице сейчас борются в цирках за первенство мира. — Ну, так что же? — А сколько же у вас миров, если в каждом паршивом городишке ваши дармоеды возятся на пыльных коврах за первенство мира? — Дядя Ваня! — крикнул с галерки сиплый дружески-фамильярный голос. — Не втирай очки! Дядя Ваня призвал на помощь все свое самообладание и крикнул. — Победителям будут розданы следующие призы! — Неправда! — Что? — Господи боже ты мой! Что же неправда? — А вот это, что победителям? — Почему? — Ну, какие они победители? Тоже спорт нашли! — Дядя Ваня чуть не плакал. — Следующие призы! Большая золотая медаль! — Неправда! — Не верим! — Да медали хоть поверьте! — стукнул страшным кулаком себе в грудь дядя Ваня. — Не хотим! — Довольно верили! — Хватит! — Да чему ж вы тут не верите? Обыкновенная большая золотая медаль! Со всех сторон кричали. — Неправда! — Нет, не может быть! Она необыкновенная! Не большая! — И не золотая! — И не медаль! — О, Господи! — надрывался дядя Ваня. — Да ведь что-нибудь борцы получат! — По морде они получат! — Брось, дядя Ваня, иди спать! — Господа, господа, так же нельзя! Вас много, а я один! Если у публики есть какие-нибудь заявления, пусть она говорит по очереди. Вот вы, чего вы от меня хотите? — Я от вас? Ну, конечно, хочу! Скажите, дядя Ваня, у вас нет продажного бензина? Я вчера в кафе принял заказ на три тысячи пудов. Может, продаете? — Господа, это коммерческое дело, а мы в интересах спорта. — Борьба тоже коммерческое дело. — Дядя Вань, а где теперь Вахтуров? — Вахтуров в Одессе. И сейчас его пеликан избирают почетным гражданином города Одессы и ее окрестностей. Как низко пал Вахтуров! Увидев, что публика как будто отвлеклась в сторону, хитрый дядя Ваня воспользовался случаем и гаркнул. — Сегодня состоятся борьбы следующих пар. — Неправда! — взвизгнул женский голос. — Что неправда? — Все неправда. Ни сегодня не состоятся ни борьбы и никаких пар нет. — Мадам, ну что вы, два борца, разве это не пара? — Ничего подобного. Вы с вашими борцами два сапога пара. — Дядя Вань, брось! Охота! Иди спать! — Прошу внимания. Борется первая пара. Сэр Джонс Кукс Англия. — Неправда. Он армянин. Да какой же он сэр, если еще на прошлой неделе нам у Макаева шашлык продавал? — Дядя Ваня сделал вид, что не слышит. — Сэр Джон Кукс Англия и Лимон Фрей, негр Тимбукту. — Дядя Вань, а какой же он негр, ежели он белый? — Он очень чистоплотный, часто моется. — Вот те раз. А говорят, черного кобеля не отмоешь до бела. — Прошу почтеннейшую публику моих негров с собаками не смешивать. — Вторая пара. Индус Кахута? Индостан? — Индус. Да я с ним дальше разговаривал. Так по-ярославски и чешет. — Он за это будет оштрафован. Успокойтесь. — Вторая пара. — Дядя Ваня, — проникновенно сказал искренний юный студентик из ложи. — Мне скучно. Солидный господин в первом ряду вынул часы, взглянул на них и сказал. — Досточтимый дядя Ваня. Чтобы не тратить зря драгоценного времени, сделаем так. Пусть они не борются, а просто вы скажете им, кто кого должен побороть. Ей-богу, это все равно. А вечер будет свободный и у вас, и у нас. — Правильно! — заревел мальчишка с галерки, подражая голосу дяди Вани. Грустным, полным, затаенной боли взглядом обвел дядя Ваня всю свою понуренную команду. Всем было не по себе, все сердца щемила боязнь за будущее. — Доборолись! — ядовито прошипел дядя Ваня. — С вами чертями и не в такую историю вляпаешься. Тоже борцы выискались. Ступайте домой! И, рявкнув по привычке, парад-алле, тихо побрел за борцами, которые гуськом с понуренными головами убитые молча покидали арену. Так кончится французская борьба на Руси. Скука человеческая вознесла ее превыше леса стоячего. Скука человеческая и положит ее на обе лопатки. Разбредутся безработные борцы всякие по своему делу и не скажут даже напоследок своему предводителю. — Аве, дядя Ваня! Моритуре де салютант! Идущие на смерть приветствуют тебя. Не скажут, ибо не только незнакомы с латынью, но и по-русски подписываются так. Борец Сергей Петухов. Фокстрот «Вы любите ли сыр?» — спросили раз ханжу. «Люблю», — он отвечал, — «я вкус в нем нахожу». А другого ханжу спросили прозой. «Вы любите фокстрот?» «О, да», — восторженно отвечал он, — «чудный танец! Сколько в нем огня, грации, какая глубина мысли!» Человечество сразу вдруг поглупело. Каждая эпоха вообще, а особенно эпоха глупости, должна иметь свой танец. И мои главою скорбные современники выдумали фокстрот. Эпохи ума, красоты, изящества и настоящего блеска отмечались последовательно минуэтом, мазуркой, величественным полонезом, венским вальсом и даже сногсшибательным канканом. Наша убогая эпоха отмечена фокстротом. Фокстрот — название по-английски. По-французски этот танец называется «Донеда имбиссиль», а на честном прямолинейном русском языке — пляска дураков. Во всех шантанах и дансингах мира ежевечернее происходит по окончании программы одна и та же сцена. Середина зала очищается от столов и стульев, и откуда-то выползает странный оркестр, очевидно, нарочно созданный для вышеуказанного танца. Два-три бездельника начинают тренькать на банджо, пианист в это время сводит личные счеты с беззащитным пианино, кто-то гудит в дудку, а самый главный, большей частью джентльмен с черным лицом и белыми зубами, ведет себя совсем поиздевательски. Он окружен барабанами, тарелками, ложками, вилками, целым столовым прибором. Но этого мало. Странная машина, стоящая около него, увешана всем, что не нашло полезного применения в хозяйстве. Пустыми бутылками, старыми сковородками, плотяными щетками, испорченными частями автомобиля и чайными ситечками. По всей этой рухляде чернокожий вдруг начинает свирепо колотить барабанными палками, присвистывая икая и ого-гокая. Он дудит, пищит, стонет, трезвонит, бьет палкой по стульям, по полу, по бутылкам, по чайным ситечкам и по вывешенному тут же портрету своего предка. И под эту музыку его родины, звучавшую еще при Ливингстоне, когда в котлах варились взятые в плен гремычные враги, а тут же сбоку еще живым рубили головы, как капусту, под эту музыку начинается фокстрот. Вяло, скучающе, выбредает на середину дама. За ней плетется кавалер, а на лице его вместо радости предстоящего танца написаны все невзгоды, обрушившиеся с утра. Неоплаченная квартира, холодная комната, ехидно лопнувший ботинок и предстоящее возвращение домой по слякоти. Угрюма обвивает он красной лапой худосочную талию дамы и принимается топтаться, уставившись с беспросветным видом в угол потолка. Потоптался, потряс плечами. Потрясла плечами и дама, судорожно дернул крупом, дернула и дама. Потом ноги его, как отварные макароны, заплелись одна за другую. Расплелись. Снова потоптался. Тяжелая работа, скучная, а надо. Вот ты, каналья, топчешься здесь, будто виноград на вино давишь. А ты бы лучше дома посидел, книжку бы почитал. Небось, Достоевского, Диккенса и не нюхал. Об Оскаре Уальде не имеешь и понятия, а туда же в светскую жизнь ударился. Я, дескать, вращаюсь в светском вихре. Еще можно понять тех джентльменов и леди, которые за весь этот страдальческий выплес получают по два, по три доллара в вечер. Такая же работа, как и скучное введение бухгалтерских книг или набивание папирос. Но как проникнуть в таинственные изгибы психологии тех добровольцев, которые без всякого понуждения и выгоды тоже выходят на середину с лицами людей, только что приговоренных к долгосрочному тюремному заключению, и начинают под грохот сковородок угрюмо с окостеневшим взором семенить ногами, даже не бросив косого взгляда и не поинтересовавшись, а что это за прекрасная девушка тут же судорожно бьется под моей рукой, извиваясь, трясясь и спотыкаясь. А может быть, это царица красоты, под огнем глаз которой пышно забурлит кровь и сладко забьется сердце? Кой черт! Он даже руки ей не пожмет после танца! Затихла музыка, дико взвизгнув напоследок, и кончилась пляска заводной куклы. Щелкнула раскрутившись пружинка, и обе куклы с сонными лицами распадаются. Братцы! Да ведь вы же цари природы! Ну что же это за поведение такое? Однажды был я с приятелем в кафе Шантане и полюбился нам один фокстратист, пуще ясно сокола. Это был парень с лицом ацтека и головой микроцефала. На макушке рос густым кустарником пук волос, нос занимал на лице такое командующее положение, что рту и глазкам буквально некуда было деваться. Ослепительно короткие брюки выказывали пару фокстротных тощих ног. О, как полюбился нам этот паренек с наружностью выгнанного конторщика! В тот вечер он сделал верст пятнадцать, не считая всех сплетений ногами и трясений плечами и крупом. И он тоже заметил, что полюбился нам. Это немного оживило окостеневшего беднягу. По крайней мере, он даже в нашу честь выкинул два-три фортеля ногами, расставив их ножницами, а потом согнув с хитрым подскоком. Мы его поощряли как могли, улыбались, подмигивали, и этот бедный заброшенный цветок совершенно расцвел. Из пятнадцати топтавшихся кавалеров он был единственным, который проявил некоторые признаки жизни в этом царстве анабиоза. И теперь, когда я, сидя в позе созерцателя в каком-нибудь дансинге, натыкаюсь взглядом на знакомый куст волос на макушке и короткие панталоны, болтающиеся на тонких ногах, мы оба молчаливо оживляемся, и лица наши светлеют. Он видит во мне тонкого ценителя искусств, доку и знатока. Я в нем вижу честного работягу, самого большого дурака между фокстратистами и самого искусного фокстратиста между дураками. Прощай, милый микроцефалический ацтек, земля тебе пухом, когда ты будешь выделывать свои кренделя, ножницы и макароны. Франция и гугеноты В наше время при спорах с противником приходится тратить много времени, ума и красноречия, чтобы убедить его или, по крайней мере, разбить его доводы. В прежние времена народ был проще и прямолинейнее. Когда, например, А вступал с Б в спор, то, если А был сильнее и могущественнее, он сжигал Б на костре. А если более сильным оказывался Б, А немедленно попадал на костер и корчился там, и вопил, и жаловался на свою суровую судьбу, пока вкусный запах жареного мяса, донесшийся до Б, не показывал ему, что А убежден совершенно в правоте своего противника. Например, во время послеобеденной прогулки А ведет с Б дружеский разговор. А. Удивительно, как это просто. Оказывается, что земля имеет форму шара. Я сегодня только об этом узнал и, признаюсь, поражен гениальностью открытия. Б. Иронически прищурившись. Н. Ты уверен в том, что земля имеет форму шара? А. Ну, конечно, это ясно даже младенцу. Б. Иронически. Н. Ясно, младенцу. А я тебе скажу, милый мой, что земля совершенно плоская. А. Еще более иронически. Неужели? И где же она в таком случае кончается? Б. Разгорячившись. Где? Да нигде. А. Друг, но ведь это же чушь. Ну, тянется она на тысячу верст. Ну, еще на десять тысяч. Но ведь конец-то где-нибудь должен быть. Б. Ну, черт его знает. Нету конца, да и все. А. Ну, слушай же, земля имеет форму шара, и больше никаких. Если какой-нибудь старый осел возразит, почему же мы в таком случае не скатываемся, то я, во-первых, спрошу этого кретина, куда, а, во-вторых, сообщу этому чурбану, потому что существует земное притяжение. Б. Горько. М. Земное притяжение? А что ты скажешь, когда я тебя немножко погрею? А. Я тебя не понимаю. Б. Да где ж тебе понять старого осла? Эй, люди, тащи вязанку дров, веревок и огонь. А. Ты этого не сделаешь. Б. Бери его, вяжи. Огонь принесли? Так. Внизу лучинок положите, чтобы разгорелось. Ну вот, раздувай. Опускается около костра на корточке и обиженно спрашивает. Ты и теперь утверждаешь, что земля круглая? А. Корчись. Ну, не совсем круглая, а такая, ну, овальная. Б. С горьким смехом. Овальная. Ха-ха-ха-ха. А ну, ребятки, поддай. А. Лязгая зубами. В сущности, овальная я употребил как метафору. Через пять минут А. Начинает предполагать, что он ошибся. Пожалуй, земля и в самом деле плоская. Б. Добродушно. Ну вот, видишь, я знаю, меня не переспоришь. В те времена подобные диспуты назывались «попасть на огонек». В настоящее время эта фраза имеет значение более идиллическое и употребляется преимущественно мелкими чиновниками, которые изредка заходят к приятелю убить мирно вечерок. Король французский Франциск I считал себя человеком неглупым, понимающим, где раки зимуют, и поэтому жег на костре всякого, кто смотрел на религию другими глазами, чем он. Сын его, Генрих II, наследовал светлый ум отца, присоединив к нему изумительное трудолюбие, жег еретиков десятками там, где родитель ограничивался единицами. Кончил же Генрих II тем, что вызвал однажды на турнир капитана своей гвардии Монтгомери, полагая, что король должен быть не только самым умным, но и самым сильным человеком. Но Монтгомери попал ему копьем не в бровь, а в глаз, и глубоко до самого мозга разочаровал своего повелителя в его способностях. После Генриха II народ пошел мелкий, ничтожный, почти ничем не прославившийся. Например, Франциск II был известен только тем, что состоял мужем знаменитой Марии Стюарт. Таких мужей знаменитости и в наше время можно встретить сколько угодно в уборной певице или драматической актрисе. Они обыкновенно смирненько сидят в уголку и ждут, когда жена окончит спектакль, чтобы, закутав ее в шубу, везти домой. Брат Франциска II, Карл IX, был знаменит тем, что за него управляла мать Екатерина Медичи. Нужно сказать правду, это был такой период королевского владычества во Франции, который очень хорошо характеризовался меткой фразой летописца. Француз ума не имеет, и иметь таковой почитает величайшим для себя несчастьем. В самом деле, даже теперь все удивляются, что нужно было французам. Одни были католиками, ну и пусть, другие гугенотами, да пожалуйста, сидите смирно и занимайтесь своими делами. Так католик, изволите видеть, не мог заснуть спокойно, но пока не зарежет на сон грядущий гугенота. А гугеноты, из тех, которые еще не были зарезаны, спали и видели, как бы подстроить гадость католику. Противно даже читать эту позорную страницу французской истории. Ведь все равно эти религиозные дураки, с ног до головы, залитые чужой и своей кровью, имели столько же шансов на царство небесное, как любой уличный негодяй и разбойник. И ни одного в то время откровенного слова об этом, ни одного умного человека. Пишущий эти строки иногда даже кусает себе губы от досады, отчего его там не было. Тысяча первая история о замерзающем мальчике Был канун Рождества. Холод все усиливался, и ветер дул грубыми бессистемными порывами, морозя нос, щеки и все, что беззаботный прохожий беззаботно выставлял наружу. А наверху, над крышами многоэтажных домов, ветер совсем сбесился. Он выл, прыгал с крыши на крышу, забирался в домовые трубы и с новой силой обрушивался вниз. Билетрист Вздохов и художник Полторакин бодро шагали по покрытому снегом тротуару, закутанные в теплые шубы. Оба спешили на елку, устроенную издателем газеты Сидяевым. Оба предвкушали теплую гостиную, сверкающую елку, и щебетание детей и тихий смех девушек. А мороз скрипчал. — Ужасно трудно писать рождественские рассказы, — пробормотал, отвечая сам себе на какие-то свои мысли вздохов. — Пишешь, пишешь, и обязательно или в банальщину ударишься, или таких ужасов накрутишь, что и самому стыдно. Он приостановился и обернулся к впадине неосвещённого полузанесённого липким снегом подъезда. — Гляди-ка, что это там? Приятели приблизились к подъезду и разглядели у дверей чью-то маленькую скорчившуюся фигурку. — Что это он там? — Эй, мальчик, как тебя? Что ты тут делаешь? Тихий плач был им ответом. Потом лохмотья зашевелились, показалась скрючившаяся от холода красная ручонка, и заплаканное худое лицо мальчика лет девяти обернулось к ним. — Холодно, — стуча зубами, сказал малютка. — Эть ты у него лохмотья, — сочувственно прошептал Полторакин. Вздохов с задумчивым выражением лица склонился над мальчиком. Внимательно осмотрел его. — Полторакин, у нас сегодня какой день-то? — Сочельник. — Так, значит, вечер перед Рождеством? — Очевидно. — Так знаешь, что это такое? Он носком своего мехового ботинка указал на скрючившуюся фигурку. — Ну? — Это, — торжественно сказал Вздохов, — замерзающий мальчик. — Я думаю, об этом не может быть двух мнений. — Это, — торжественнее повторил Вздохов, — знаменитый замерзающий в рождественскую ночь мальчик. Наконец-то я увидел тебя воочию, замерзающий мальчик. Оба, наклонившись над ребенком, внимательно его осматривали. — Да-да, не может быть сомнений, самый настоящий замерзающий мальчик. — И по календарю нет никакой ошибки, календарь показывает Рождество. — Постой, Полторакин, взгляни-ка на окна фасада. Нет ли здесь где-нибудь зажженной елки? Полторакин бросил взгляд на освещенные окна. — Есть. Второй этаж, четвертое, пятое и шестое окна. — Так, значит, все в порядке. — А что в порядке? Замерзает у окон с елками по шаблону. — Странно, — прошептал вздохов, не слушая его. — Сколько раз читал об этих мальчиках, писал, потом даже сочинял иронический фильетон насчет злоупотребления рождественскими мальчиками. А вижу его в первый раз. — Ох уж эти рождественские мальчики, — поморщился Полторакин. — Действительно, стоит только развернуть номер рождественского издания, чтобы непременно наткнуться на этого мальчика в той или иной форме. — А теперь в последнее время стало даже еще хуже, — возразил вздохов компетентным тоном. — Теперь стали писать юмореские сатиры на увлечение рождественскими мальчиками. И смеялись эти шутники так усердно, что и этот сюжет затаскали. — Действительно, — улыбнулся Полторакин. — Скажи мы, что нам сегодня, вечер под Рождество, встретился замерзающий у неосвещенного подъезда мальчик, так ведь нам в глаза рассмеются, вышутят. — Замахают на нас руками. — Пожмут плечами. — Назовут пошляками. — Действительно, какой ужас банальщина. Ведь вот перед нами настоящий, живой. — Вернее, полуживой. — Полуживой рождественский мальчик. Замерзающий мальчик. Какая в этом образе для литературно изысканного вкуса пошлость. Даже во рту кисло. — И вот ты возьми. Может быть, если бы мы были простыми мужиками или рабочими, которые даже не слыхали о рождественских рассказах, мы бы подобрали его, обогрели, накормили и, пожалуй, елочку ему соорудили. На тебе, мил человек, получай удовольствие. А завтра бы проснулся он чистенький и в теплой постельке, и над ним бы склонилось добродушное скуластое лицо бородача рабочего, который неуклюже пощекотал бы его грубым мозолистым пальцем. Полторакин насмешливо взглянул на говорившего Вздохова. — Ого, импровизация! На тему о замерзавшем и спасенном мальчике! — Фу ты, да, действительно, — смущенно рассмеялся Вздохов, сюжетец. — А ты знаешь, я все могу простить человеку, но не тривиальность, но не пошлость, но не шаблон. Пойдем. — Постой! — несмело остановил его Полторакин, поглядывая на забившегося в угол мальчика. — Неужели оставим его так? А может, отвезти его куда-нибудь, обогреть, что ли, покормить, переодеть, что ли? — Так-так, — поморщился Вздохов, будто кто-нибудь скрипнул гвоздем по тарелке. — Так-так, а завтра малютка проснется в теплой постельке, и над ним склонится твое бородатое лицо, и указательный палец неуклюже потянется к подбородку рождественского мальчика с целью пощекотать он и. Сюжетец! — Эки-то яд! — пожал сконфуженно плечами художник. — Ну, в таком случае пойдем. — Ну, то-то. Да. Так о чем я тебе говорил? А, о сюжетах же. Ну вот. И имей в виду, что сюжет рассказа такая вещь... Голоса разговаривающих замолкли в отдалении. Мальчик в углу подъезда тоже замолк. Постепенно его темную фигуру совершенно занесло белым снегом. И так он замерз. Замерз совсем, не подозревая даже, что это затасканный сюжет. Предлагаю услуги по выполнению следующих работ. Укладки ламината, изготовлению и установке подиума с выдвижной кроватью, утеплению и отделке лоджий, установке перегородок из гипсокартона с пеналом для двери купе, монтажу стен и потолков из гипсокартона, отделке вагонкой, панелями ПВХ, установке подвесных потолков. Обращаться по телефону 8903-689-3623. Геннадий Анатольевич.